Несколько предписаний в адрес администрации от ГИБДД, на которые пока нет никакой реакции, жалобы на высокие бордюры и большие сомнения в формулировке новейшей технологии. Общественники начали свой контроль за ремонтом дорог по программе БКД. Больше всего замечаний по стыкам от врезерованного асфальта и старого дорожного покрытия. Один из самых опасных на перекрестке улиц Воровского и Чапаева. На днях из-за него здесь произошла авария. Мотоциклист не смог преодолеть препятствия и упал со своего железного коня. Никто не пострадал, но такое состояние дороги вряд ли можно назвать нормальным. Я вчера буквально проезжал здесь, стоял пост ГАИ, обратил их внимание на это. Они сказали, уже есть несколько предписаний, просто городские власти молчат. И они как бы оставляют это без внимания, причем уже более недели. Общественные активисты уже объехали участки, на которых сейчас в городе идет капитальный ремонт, пока глобальных замечаний по качеству асфальта или проливки нет. Но появились проблемы с укладкой бордюрного камня. На пешеходном переходе Октябрьского проспекта он оказался слишком высоким для инвалидов и мам с колясками. Активистам пообещали, что проблему устранят. Про новейшие технологии, которые в администрации обещают внедрять в программу капремонта этого года, общественники тоже не слышали, но своя версия у них есть. В прошлом году закупили некое устройство для выпиливания кернов, проб, и оно, так сказать, было с алмазным напылением по краям. Если оно исчезло, по-моему, так сказать, в течение месяца оно пропало. Мы его не видели. Я думаю, что здесь тоже какая-то инновация, так сказать, какое-то напыление на той пиле, которую, мягко говоря, мы все миллиарды и распиливаем. Есть такое еще предположение. В целом, по словам активистов, темпы подрядчики взяли неплохие. Если в таком ритме они будут делать дороги, то, возможно, сдадут все участки раньше срока. Но это если не будет серьезных замечаний и переделок.